Грузия. В советские годы это была одна из богатейших республик, получающая щедрые дотации из центра и в целом привыкшая жить лучше других. В СССР существовал яркий образ богатого и щедрого грузина, который по Москве передвигается сразу на двух такси, в одном едет он, в другом, его шляпа. В Грузии всегда существовала теневая экономика, кумоство и коррупция, поэтому неудивительно, что еще с давних пор уважаемые люди контролировали там нелегальный бизнес, выступали третейскими судьями и инициировали криминальные разборки. В общем, занимались тем же, чем и законники в любых других регионах страны, но в масштабах целой нации. Недаром именно выходцы из Грузии до сих пор составляют большинство всех воров в законе. Образ вора в законе стал предельно романтизированным, сродни образу эдакого благородного разбойника. Люди шли к ним за помощью в решении своих бытовых и финансовых проблем. Ими мечтали стать все местные мальчишки. Воровское сообщество заменяло собой многие социальные институты. Эта когорта настолько сильно вросла в Грузию, что на заре становления постсоветского государства один из воров в законе даже стал фактически вторым лицом в новом правительстве только пришедшего к власти Эдуарда Шеварднадзе. По крайней мере, подписи от имени Временного военного совета, который затем превратился в госсовет, наряду с руководителем Национальной гвардии Тингизом Китава не ставил имена он. Речь идет о Джабе Исилиане, Джабе Слеждюба. Опора на широкие массы позволила ему еще в конце 80-х войти в политику, создав военизированную группировку Мхедриани, буквальный перевод, всадники, которая принимала участие во многих вооруженных конфликтах на территории страны и сыграла ключевую роль в приходе к власти Шеварднадзе. Один только пример, когда первый президент Грузии Звиадгом Сахурдия заключил Исилиане в тюрьму, уже через несколько месяцев Мхедриани взяла ее штурмом и освободила своего лидера. Находясь у власти, Исилиане делал громкие столь же нелепые, если не сказать шокирующие, заявления. Например, он говорил, что отделения милиции должны возглавлять воры в законе, потому что в таком случае преступность в Грузии станет управляема. Все это красноречиво говорило о реальном положении дел с криминалом в стране. Поэтому, когда пришедший в 2003 году к власти Михаил Саакашвили объявил о борьбе с ворами, едва ли кто-то поверил в успех его начинаний. Однако именно за это ему до сих пор благодарны простые жители страны, а разбежавшиеся законники все еще боятся возвращаться назад. Меры, принятые Саакашвили, не были простым популизмом в угоду избирателям. Запрос на справедливость и соблюдение отнюдь не воровских законов у людей к тому моменту уже созрел, поскольку коррупция и криминал пронизали все сферы жизни и фактически правили страной. Поэтому борьба с ними для новой власти стала еще и вопросом политической выживаемости. Возглавлявший в то время МВД Грузии Ивани Миробешвили впоследствии так и заявил в одном из интервью, «Мы просто не хотели ни с кем делиться властью». В результате буквально за несколько лет реформ количество преступлений, особенно уличных и сопряженных с насилием, уменьшилось в несколько раз. Уровень преступности в Тбилиси сравнялся с не самыми преступными европейскими городами. И, к счастью для Грузии, это не стало фишкой одного лишь Саакашвили, и сейчас, при новом руководстве, законы продолжают действовать и правоохранители продолжают регулярно задерживать людей, пытающихся устраивать воровские разборки. В 2005 году в Уголовном кодексе Грузии появились такие понятия, как членство в воровском сообществе и воров в законе. По первой статье человека лишали свободы и сроком от 3 до 8 лет со штрафом или без него, а законникам грозила тюрьма сроком от 5 до 10 лет, также, со штрафом или без него. Спустя год, в 2006 году, законодательство ужесточили. Теперь членство в воровском сообществе карается лишением свободы и сроком от 5 до 8 лет, а минимальный срок для воров в законе увеличили до 7, максимальный остался прежним – 10 лет. Но борьба с ворами – это не только их посадки. Нужна была смена всей вертикали, позволявшей им беззаботно существовать. Кардинальной зачистке подверглась система внутренних дел. В течение двух лет из МВД было уволено 75 тысяч из 85 тысяч человек. Полностью распустили ГАИ и набрали новых инспекторов. Принципиально не брали бывших работников правоохранительных органов и даже граждан с юридическим образованием. В итоге общая численность штата МВД сократилась до 26 тысяч человек, которые вполне справлялись со своими обязанностями. Своих тепленьких мест лишались и работники прокуратуры и судов, многие из которых лишались и свободы. Уже в первые месяцы действия нового закона были задержаны десятки не успевших сбежать законников. Для них подготовили отдельную тюрьму, изолятор строжайшего режима номер 7, находившийся непосредственно под зданием МВД Грузии. Это было еще одной мерой борьбы с законниками, не смешивать их с остальными осужденными и лишать таким образом возможности кем-то править и навязывать свои порядки. О накале борьбы свидетельствуют слова того же Мирадешвили, заявившего, что в некоторых случаях, особенно когда дело касалось держателя общака, было принято решение в случае сопротивления живыми не брать. Изолировали не только самих воров, у них из-под ног буквально выбивали почву. Драконовские миры применялись из-за пособничества им, содержания воровской кассы, просто не донесения о самом факте встречи с законником. Задача была, уничтожить воров как класс, а вместе с ним и весь криминалитет в Грузии, который полностью контролировался ими.